Я расскажу просто о результатах, которые получились к данному времени, результаты деятельности нашей лаборатории. Причем, совместно с другими организациями. У нас большие связи, и не только те, кто Махачкала, Челябинск, еще и Донецк, и другие, некоторые заграничные центры. Я расскажу о некоторых результатах, основных, не всех основных результатах нашей лаборатории за последние, можно сказать, 25 лет. Ну вот это план. Примерно мы 25 лет занимаемся исследованием магнетиков с эффектом памяти формы. Ну, сразу же поняли, что эти вещества, магнетики с эффектом памяти формы, обладают и большим магнитокалорическим эффектом. Не рекордными, а большими. Ну, а так как наша конференция посвящена в основном магнитокалорическим явлениям, то, значит, на первом месте это вот магнитокалорические эффекты магнетиков и еще электрокалорические и эластокалорические эффекты. По этим эффектам защищены, в частности, три кандидатских диссертации за последние там несколько лет и подготовлены еще несколько диссертаций. Затем, следующий пункт, это, так сказать, магнитолюберный транспорт. Транспорт. Оказывается, ну, так сказать, как-то вот у нас сейчас стало очень актуальным, даже на одном из таких заседаний в институте Курчатова СПУТИН присутствовал по сверхбыстрому транспорту, бесколесному. Затем, третий пункт, это, значит, вот уже эффект памяти формы. И самое крупное наше достижение – это создание нано-пинцета. Ну, а затем еще некоторое, оказывается, теоретически предсказанное было за эти годы, начиная там с 10-го года примерно, такая нелинейная прецессия, прецессия легкой оси относительно магнитного поля. Обычная прецессия – это прецессия на магнечности относительно своей легкой оси, а здесь в нелинейном, при нелинейном решении, вон, да, он лешится, а, оказывается, еще есть прецессия легкой оси относительно магнитного поля. С частотой намного, на несколько порядков, может, меньшей, и экспериментально она не открыта еще, не обнаружена. Хотя мы пытаемся с помощью, в основном, с помощью витошка, так сказать, это сделать, но точно с помощью, так сказать, не удалось. И на последнем пункте – это, значит, высокочувствительные магнитометры на основе тонких пленок. Это, в основном, результаты диссертации «Витушка». Здесь, вот, некоторое вступление. Вот, оказывается, магнитокалорическим эффектом надо заниматься осторожно, чтобы не перегреть землю, а, так сказать, просто переносить, заниматься тепловыми эффектами, заниматься так, что брать в нужном месте, что-то в холодном месте тепло, понижая там температуру, и переносить это в комнату, например, в квартиру, и там отдавать. Вот, тут нам указано, что температура, средняя температура Земли – это 15 градусов Цельсия. и, так сказать, ее нельзя никак менять, а то это может привести к катастрофе просто. Вот температура более близкая к Солнцу в Венере – там 462 градуса Цельсия, а температура Марса, которая подальше находится от Земли, от Солнца, чем Земля, там минус 60 градусов Цельсия. Ну, это так. Об этом будет специальная лекция Ветерна Кольдова, так что я на этом остановиться не буду. Ну, это два гениальных физика, которые посвятили себя тепловым эффектам. Карно и Уильям Томпсон, Лорд Кельвин. Ну, дальше. Значит, на первом пункте у нас твердотельные калорические материалы для создания тепловых насосов и холодильников с коэффициентом эффективности процесса близким к идеальной машине Карно. И, так сказать, гигантский магнито-калорический эффект, магнито-эластокалорический эффект и электрокалорический эффект. О нем тоже будет сказано немножко. Здесь представлена экспериментальная установка для измерения магнито-калорического эффекта прямым экстракционным методом. Прямым. Это раньше до этого делали не косвенные, так сказать, проводили только косвенные измерения магнито-калорического эффекта. Измеряли на магниченность, зависимость на магниченность от поля и температуры. И по формулам, по соответствующим вычисляли, изменили дельта-д и дельта-ку. А это впервые начали прямым методом измерять. И тоже вначале измеряли методом не экстракционным. Экстракционным это значит вывод и вывод образца из магнитного поля. А просто само поле включали и выключали. Это поле включается, знаете, не сразу, медленно, тем более выключается оно медленно. А вот если поле уже есть, то там можно быстро сунуть, экстрагировать или вынимать быстро. Это, значит, результаты диссертации Дельмиевой, нашей сотрудницы, и Каммонцева. И там указаны ссылки есть. Ну, понятно, образец. Вот. Оказалось, что некоторые рекордсмены, это не, так сказать, без эффекта памяти формы, это марганец Арсеньев. И он, так сказать, вещество, которое тоже нами исследовано, никель-марганец-галий, он, так сказать, тоже обладает большим эффектом, но всего-навсего Дельта-Т, это в три раза меньше, а Дельта-Ку в два раза меньше, чем у никель-марганец-арсеньев. А еще рекордсмены, это Гонолей. Ну, ладно, дальше. Вот еще Дельмиева исследовала оптические, на оптической установке, значит, микроструктуры под действием магнитного поля при разных термодинамических условиях. Ну, понятно, здесь образец, там оптическая система и, так сказать, вот установка показана. Вот, и вот результаты. Это, значит, первое слева, начиная из аустеида, включаем поле, показанное здесь, вот, до 12 тесу, а затем обратно идем и видим, что тут необратимая, так сказать, картинка. Черные, это мартенситные домены. Вот. Затем, теоретически, в Фелябинце не показана триклетическая точка на фазовой диаграмме. Вот, там, висерейс исчезает при 25 теслах и при температуре ну, за 360, например, 360 с лишним градуса. И, значит, вот, расчет был проведен, так сказать, показан. И наши, так сказать, сотрудники некоторые решили это экспериментально показать и подтвердили вот этот эффект триклетической точки с помощью микро-термопара. Ну и вот. Вот, вот здесь вот. Вот, получилось вот, вот эта триклетическая точка примерно при 30 тесла, чуть-чуть, а там 25 было предсказано, и тоже 330 там с чем-то температурой. Так что это не сказано. вот, затем эластокалорический эффект вот тут показано тепловизионное измерение эластокалорического эффекта вот, да, титан-2 некий купол вблизи вортенсивного перехода. Здесь температура, цвет зависит от температуры эластокалорического эффекта. вот результаты. Результаты, вот это вот, так сказать, вот это вот величина магнит эластокалорического эффекта в зависимости тут от времени. И это проводилось при растяжении от 0 до 100 мегапаскалей. ну, дальше. А это электрокалорический эффект, который впервые делал Курчатов еще до войны. А тут Виктор Викторович организовал с помощью своих сотрудников измерение эластокалорического эффекта. при разных напряжениях вот такой примерно ну, три с лишним градуса эффект. А это показано, это вольты напряжения, которое дается вот так от времени и сам эффект. И величина самого эффекта. Вот такая. Дельта Т. Ну, вот. вот, собственно говоря, и все. С помощью оригинальных прямых методов изучаются магнитокалорические и эластокалорические и электрокалорические эффекты, включая измерение магнитокалорического эффекта прямыми методами в адиоматическом и квази-изотермическом режимах. в выпусках магнитных полях до 70 тесла и экстракционным методом в полях до 10 тесла это сверхпроводящий магнит, и до 14 тесла в Питеровском магнете. Прямым оптическим методом изучается эволюция маркетинских доминов в сильных полях это вот показывал домены эти изучаются эластокалорические эффекты и электрокалорические эффекты. Предстоит разработать методику изучения это на будущее методику изучения циклов охлаждения в сильных полях в широком диапазоне температур от 3 до 300 кельвина разрабатывается также комплексная методика одновременного измерения на магничности и температуру образцов в импульсных сильных полях. Цель всех таких исследований создание магнитного рефрижератора, способного с высокой эффективностью охлаждать сверхпроводящий магнит сильным полем. Так магнит охлаждается при помощи специальных устройств, а тут чтобы сам охлаждать при помощи измеряемого эффекта. ну это бесколесный транспорт вот принципы вот зачем нужен вакуумный магнитный лимитационный транспорт без колес ну вот сверхзвуковая перевозка пассажиров минимальный удельный расход энергии и нет шумового экологического загрязнения ну самая большая скорость колесного транспорта это 500 километров в час считается и с такой же скоростью сделан бесколесный вот такой левитационный транспорт это магнитные рельсы магнитные рельсы а сверху устройство ну кабина или устройство которое охлаждается до сверхпроводящей состояния и она поднимается на какое-то расстояние над рельсом и скользит при так сказать какой-то тяге она скользит просто вдоль рельса на расстоянии дельта там может быть 5 5 сантиметров над магнитным рельсом и такое устройство построено в Шанхае от Шанхая до аэропорта вот Виктор Викторович ездил на таком это тоже 500 километров в час ну а по плану так сказать планируется это может через 50 можно добиться сверхзвуховой скорости вот это такие у нас у нас грант есть и делается это на Сириусе рядом с Сочи там такая для школьников и для студентов даже такое устройство и так это проводится вот такая трасса сначала от 1 до 12 метров а так сказать тяговая сила это такое гравитационное вот опускается сюда там тормозится и обратно идет вот такое устройство по такому рельсу как я сказал вот если 1 метр вот этого подъема то это 15,8 километров в час это то что наши сотрудники делают в основном углове фильтровых ну вот следующее вот эти приведены рельсы там вот 10 на 10 на 10 миллиметров так сказать 20 на 20 50 на 50 и вот такие такая зависимость зазор между рельсом и устройством этой пластины сверхпроводящей в данном случае вот вот такая зависимость есть вот скажем тут 5 миллиметров больше а здесь наброска обложена что и тут вот тоже сказано тут при таком расстоянии 6 килограмм 6 килограмм как можно тут 60 а тут 140 то есть уже человек становится и даже больше и вполне там зазор этот еще остается его так сказать скользить вот вот пожалуйста это уже не гравитационная такая штука чтобы а тут моторчик есть двигатель такой электромагнитный двигатель который значит эта штука проходит через него и он в определенный момент включается и толкает еще дальше чтоб он дальше двигался ну вот такой транспорт созданы 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 упрещенные макеты трассы магнитно-дерминиционного транспорта на основе постоянных магнитов не неодин феррумбор и ВТСП вот тут приведена ВТСП это и три и три паре длиной один два три шесть двенадцать метров гравитационный принцип разгона и торможения акробов на малогаборитном макете трассы от одного до двенадцати метров масштабное увеличение размеров элементов трассы и клеостата в ВТСП приводит к увеличению грузоподъемности и латеральной стабильности боковой боковой стабильности чтоб он не только кверху так сказать но и в бок не завалился и также увеличению скорости опробован электромагнитный метод компенсации потерь при помощи сверхпроводящего линейного синхронного мотора ну так я показал мотор какие задачи стоят на будущее предстоит разработать криогенную систему с рефрижератором стирлинга на основе келия рефрижератор в качестве рабочего тела для охлаждения сверхпроводника без расхода жидкого азота для повышения КЭП будет проведена возможность проверена возможность использовать твердотельный каскад на основе магнитокологического эффекта это в дополнение еще к обычной схеме разрабатывается вакуумная установка для измерения потерь энергии при движении левитирующего сверхпроводника по магнитной трассе на второй пункт теперь так сказать нано-пинцет вот это образец нано-пинцет такой с и это он вытаскивает из этого углеродные нано-трубки толщиной я уже забыл сколько 20 или 10 нанометров вот теперь это я уже рассказывал в прошлый раз вообще что такое эффект памяти формы я сейчас не буду останавливаться считаю что это уже известно вот дальше это термоупруга на эффект памяти формы существует только в таких веществах где есть термоупругие термоупругое амортизистное превращение значит при высокой температуре это кубический аустенит а при более низкой температуре там фазовый переход первого рода и мартенситное состояние скажем ну ромбическое примерно другой симметрии уже не кубической ну вот я остановлюсь то что уже рассказывал но еще получение так сказать мы просто изобрели одну вещь которая дала возможность сделать нано-квинцент биметалл просто биметалл берется скажем берется биметалл и за счет разности коэффициентов расширения он скажем сантиметровая пластинка или ну сантиметровая пластинка так сказать она при нагреве на 20 градусов например на 20 до 50 градусов она начинает гнуться за счет того что разность коэффициентов расширения и сантиметровая пластинка гнется конец сантиметра или двух сантиметров там гнется примерно на 2-3 градуса а можно взять с эффектом памяти форму такую пластину и она тоже будет на 2-3 градуса отклоняться сантиметровая а так сказать стал вопрос о том чтобы сделать биметалл из из этой с эффектом памяти формы и упруги металла и ни у кого ничего не получалось потому что оказалось вот мы придумали вот это вот пустяковое вот такое что мы брали устаните растягивали ее и переводили вот в артенсив а затем упускали и когда эта пластинка депластинка вот с эффектом памяти формы и без эффекта памяти формы она так сказать начинала устоить и уже гнуться это на 6% изменялось а та у друга именно она не мог не изменяться и тогда сантиметровая пластинка гнется на 360 градусов как мы попали на значит столик напряг до температуры аустынин до температуры переходов больше температуры переходов аустынин и вот тогда это бьется на 360 градусов мы сначала удивились ну то есть начали задуматься на кой черт такой эффект огромный потому что достаточно 2-3 градусов чтобы контакт разогнуть и это уже устройство так сказать работает а тут на 360 градусов идет так сказать работает на 3 порядка больше чем обычная пластинка бипластинка на 2-3 градуса а здесь больше 360 или даже больше и потом придумали оказалось что если сантиметровую пластинку уменьшать которая вот такая бипластинка у нас такое устройство бьется на 360 градусов если ее уменьшать то эффект уменьшается и уже на уровне микрон скажем пластинка если это 10 микрон то он будет гнуться на 1 микрон 10 микрон штука в величине она гнется на 1 микрон вот там эффект уменьшается но все равно этого хватает чтобы 10 микронная на микронах было и это и есть пинцет нано пинцет и вот дальше дальше вот он как он работает вот здесь вот здесь эта нижняя часть тут изогнута немножко нижняя часть это толщина вот эта 1 микрон и вот это зазор тоже 1 микрон а это вторая неподвижная болю толстая вот это и есть нано пинцет если перейти на температуру выше вот так сказать выше аустенитового перехода то она вот 1 микрон вот здесь 1 микрон соединяется вот эта нижняя пластинка нижняя пластинка гнется на на 1 микрон на при длине 10 микрон примерно примерно ну и вот и так сказать я там в прошлом году показывал как там комара ворсинки комара так сказать хватали ну а здесь я хочу рассказать только о том что у нас был грант со странами Брикс и там в Бразилии как раз был вот такой нано-проволока инди фосфор вот нано-проволока если ее одеть чем-то одним ну одним веществом другим третьим то вот например это вещество оно если туда вирус попадает определенный один вирус попадает определенный на это другой вирус и то дельта-ро-кро эффект дельта-ро-кро изменяется примерно вот тут тут 5 а тут 30 в 6 раз изменяется эффект дельта-ро-кро вот этой проволоки после того как вот здесь попадет вирус вирус этим образом можно определять какие вирусы куда попали вот и ну наша задача только вот это самое орудовать с этой нано-проволокой вот с этими вот вот эта нано-проволока и вот этот самый нано-это самый пинцет таким образом и при помощи там еще иглы вот так сказать вот приходится надо взять одну нано-проволоку вот тут их полно взять одну нано-проволоку ну вот тут это пытаются сделать вот видите вот нано-проволоку вот такая одна вот тут она вся сдернулась затем вот еще пытаются вот этот нано-пинцетом взять вот тут удалось взять одну нано-проволоку вот ну и тут и затем между контактами ее присоединить и измерить там например что-то такое вольтамперную характеристику его вот это контакт вот 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 это и она закрепилась это все при помощи нано-пинцета делается вот вот результирующие это контакты ну вот сейчас секунду ну а здесь если тут клиновидная такая пластинка она она температура перехода в амортенсид зависит от толщины этой самой пластины а здесь она так сказать клиновидная то вот вот эта зависимость толщины от этого вот такая от вот это при 20 нанометрах уже все исчезает а это а это а это это температура фазового перехода а это граница фазового перехода и при изменении температуры как вы видели они вот так бегают а здесь показано вот пинцет и здесь пинцет вот здесь пинцет это 30 миллисекунд длительность импульса тока а здесь 5 миллисекунд и тут оно иногда ну в общем это это скорость ну работы нано-пинцета предельная ну дальше вот получается быстродействие нано-пинцета вот оказывается что при частоте в кило герц вот один кило герц уже начинает падать деформация начинает совсем падать и держится до 8 кило герц до 8 кило герц а там уже она исчезает падает вот по третьему пункту значит эффект памяти формы открывает для нанотехнологии совершенно новые горизонты с его с его помощью можно создать рекордные плотные отъемности устройства для нано-механики экспериментально и теоретически экспериментально и теоретически исследуются размерные эффекты при эффекте памяти формы генетиков фазового перехода мартинситного перехода для определения предельно пределов ныне активизации и быстродействия нанопинцетов теперь что планируется планируется решить ряд нерешенных на сегодняшний день задач нанотехнологии по механической обработке например для создания био-нано-сенсоров инфекционных заболеваний и одновирусников одновирусников одновирусники одновирусники потому что вирусов много и выделить один вирус какой-то очень трудно так это это уже третья задача а вот эта вот группа нашей лаборатории во главе со Щегловым с теоретиком предсказали лет 10 примерно в 10-м году опубликовано это в журнале радиотехника электроника теоретически предсказан новый эффект предсессии новый эффект магнетизма предсессия положения равновесия то есть это предсессия легкой оси на магнитности относительно внешнего магнитного поля и предстоит эксперимент вот предсессия положения равновесия лаборатории в условиях солдого перехода вот так сказать здесь для получения частот предсессии главной предсессии нашей магнитный момент предсессирует вокруг легкой оси с углом не больше одного градуса как правило вот он пресессирует теперь если это создать такую ситуацию поле ну пластина там легкая ось перпендикулярно поле направить и уменьшить так чтобы магнитный момент легкая ось была не по оси Z не по магнитному полю а немножко отклонялась то оказывается при решении это в нелинейном приближении в линейном приближении это мы получим вот эту пресессию а в нелинейном приближении получаем что вот эта легкая ось сама пресессирует с меньшей частотой вот вокруг оси легкого поля вокруг магнитного поля внешнего магнитного поля вот с частотой намного меньше вот этой пресессии обычной пресессии ФМР ну вот вот эта картинка пресессия тут это обычная пресессия вот с такой большой частотой а вот это вот вся эта картинка пресессирует вместе легкая ось вместе с пресессирующим магнитным моментом вот так пресессирует еще с такой с малой частотой вот вид сверху это вот так вот будет здесь пресессирование обычной пресессии а это сама это вот пресессирует с такой частотой с малой частотой относительно этого но это возможные практические применения тут ферромагнитный резонанс аналоговое устройство обработки информации фильтры антенны фильтры вентилей циркуляторы управляемые малым полем с возможностью модуляции и так далее рассмотрена теоретически задача о вынужденной нелинейной пресессии вектор домогничности имеющей место в условиях ориентационного перехода равновесная ориентация домогничности предполагается обусловленной балансом сил между внешним полем и полем размагничивания показано что при воздействии на такую систему переменно магнитным полем определенной поляризации возможно пресессионное движение равновесного положения на магниченности относительно внешнего магнитного поля с частотой намного меньшей до нескольких порядков частоты обычной пресессии на магниченности относительно легкой оси ну и предстоит еще экспериментальное обнаружение этого эффекта ну а последний пункт это магнитометры на основе пленок фирит граната рекомендовано по чувствительности среди логичей пленок логичей 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 первое логичей логичей пункта